Доброго времени суток, с вами Лад и вы на канале КБ. Штурмовики Смерти. Элитное подразделение штурмовиков, бывшая частью имперской разведки Галактической Империи, в основном занимались делами Имперского Флота. Они носили отличительную черную броню. Отряд штурмовиков Смерти служил под командованием директора Арсона Креника, будучи его личным оружием против Альянса Повстанцев. Гралт-Адмирал Траун также возглавлял отряд штурмовиков Смерти во время своей кампании. Нацеленные на уничтожение восстания. Их назначали в качестве телохранителей для лиц особой важности. А также они противостояли повстанцам, укравшим чертежи Звезды Смерти в начале Галактической Гражданской Войны. Впервые штурмовики Смерти были показаны в первом тизер-трейлере фильма «Изгой-1. Звездные войны. История», вышедшей 7 апреля 2016 года. Стоит отметить, что штурмовики Смерти носили уникальную броню, защитные свойства которых значительно превышали стандартную броню имперских штурмовиков. Кроме того, данная броня была покрыта слоем особого полимера, который искажал электромагнитные сигналы разнообразных датчиков, позволяя столдатам оставаться невидимым для них. Ну а в игре Star Wars Battlefront штурмовики Смерти — это... Да блин, это офигенные бойцы. Очень крепкие, крайне меткие и очень домашние. Они обладают стандартной мобильностью для обычной пиктуры, но при этом очень высоким запасом здоровья, отличной точностью даже на большой дистанции и очень комфортной на поле боя даже в самой гуще событий. Немалую роль в эффективности штурмовиков Смерти играют способности. К примеру, такой навык, как усиление, позволяет разогнать запас здоровья штурмовика Смерти до 559. Правда, это возможно при использовании карточки Закаленной в боях, что увеличивает максимальный запас здоровья на 20%. И тогда получается, что наш дефолтный запас здоровья превращается в 384 ХП, а под бафом — 559. А если учесть, что у нас есть карточка — обученный головорез, который восстанавливает нам 50 здоровья за убийство, и, кстати, убивать на самом деле на штурмовике Смерти очень даже легко, то можем смело плюсовать еще 50 ХП в прямом бою, потому что вы как минимум, даже играя обычной, не очень профессионально сможете убить одного противника, что превращает наш запас здоровья уже в 600 ХП. А, блин, такой показатель здоровья даже для героя смотрится очень даже приличным. При этом, в отличие от героя, вы и ограничены регенерацией, и устанавливаете здоровье до 100%. Обычно усиление используется вместе с перегрузкой. Данная способность, во-первых, значительно повышает скорострельность нашего оружия, а во-вторых, не позволяет ему нагреться, что превращает нас в пулемет, которому пофиг на все. Буквально под прокастом на усиление и под прокастом на перегрузку мы спокойно можем выйти против нескольких противников и очень играючи их забрать. Правда, у перегрузки есть один большой недостаток. Когда вы ее включаете, вы не можете перекатываться и бегать. Вы можете ходить, прыгать и стрелять. Но не перекатываться и бегать вы не можете, что сильно снижает вашу живучесть. Поэтому использовать ее надо с умом. Также карточка усиления эксперт по оружию увеличивает длительность перегрузки на 66%, что делает ее очень даже приемлемой для нас, потому что без эксперта по оружию перегрузка заканчивается слишком быстро. Ну а акустический имплодер — это охрененно мощная граната. Обладает разрушительным уроном, большим радиусом поражения и... и звездец как долго взводится. Поэтому если вы кидаете противнику ее под ноги, и он увидит, то он вполне может успеть убежать. Также она довольно долго перезаряжается. Но, знаете, хочется сказать, что акустический имплодер — офигенно полезная штука, потому что эта граната может легко убить всех врагов, которые будут находиться в ее радиусе. Ну, правда, если это стандартная пехота. Знаете, наиболее правильная тактика боя на штурмовике смерти — это выходить на врага, как я уже говорил ранее, под усилением и перегрузкой. Баф на ХП и баф на мощность нашего оружия. При этом не стоит думать, что мы становимся неуязвимым терминатором. Нет, мы становимся очень крепким, просто офигенно крепким бойцом, который хилится за убийство противника, который изначально имеет очень толстую тушку и очень хорошее меткое оружие, которое при желании даже на большой дистанции одиночными может соперничать со снайпером. Но вы все же остаетесь стандартной пехтурой. И если, к примеру, вам встретится мужик со световой палочкой, то... то как бы все, вы не сможете его убить. Да, если вы будете стрелять, если вы не испугаетесь, вы будете под усилением и перегрузкой, то вы сможете ополовинить живучий джедай, если тот пойдет на вас буром в атаку, размахивая световой палочкой. Это будет страшный урон, а если он уже будет битый, то вы его сможете забрать. На то же время, ваша основная задача на поле боя — это сопровождение команды. Вам не надо ломиться вперед с шашкой на голос, с криками «Хэ-хэй! Я штанг! Я штурмовик смерти!» Нет, 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 нет. Да, вы по толщине тушки, как три тяжелых штурмовика. Но вы только что могли наблюдать в бою, как ваши три тяжелых штурмовика перед вами расстреляли за считанные секунды. Штурмовик смерти хоть и хороший силен, но он все же не герой. Не просто так он называется классом поддержки. Его основная задача — поддерживать свою команду в атаке. Вы — нереактивный солдат, который может пользоваться от своей мобильности. Вы — пехтура. Крепкая, мощная, дамажная, эффективная пехтура. Но без команды вы — мясо. Наиболее правильной и верной тактикой для вас будет действовать в составе группы, помогая и усиливая ее своим присутствием на поле боя. Но никоим образом никакого о-ло-ло. В каком-то плане штурмовик смерти похож на тяжелого штурмовика, за исключением того, что штурмовик смерти стоит полторы тысячи поинтов и намного более живучий, тем тяжелый штурмовик. Но принципы геймплея у них принципиально особо не различаются, разве что у тяжелого штурмовика есть замечательный часовой. На что штурмовик смерти отвечает, что у него есть перезарядка. У тяжелого штурмовика при желании есть хороший силовой щит спереди. У штурмовика смерти есть усиление, которое по живучести добавляет ну, примерно сопоставимый запас здоровья. Ну и также у вас и у тяжелого штурмовика есть граната. Что касается карточек усилений, которыми мы будем бафить штурмовика смерти, то тут выбор у нас невелик. Однако разберем мы все. Выживание ускоряет регенерацию здоровья в секунду на 100 единиц. Карточка хорошая, ведь позволяет нам быстрее вернуться в строй и отвесить пендель врагу, который только что в нас пострелял. Использовать мы ее, конечно же, не будем, потому что у нас ограничение всего на три карточки. Есть куда более важное. Обнаружение. Помечает врагов, которые стреляют в вас. Карточка призабавнейшая. Позволяет вам быстрее и корректнее реагировать на угрозу, ведь если вам ее сразу пометили, то вы быстрее можете понять, откуда вам прилетает. Однако, по-честному говоря, штурмовиком смерти мы и так будем на передовой, и мы отлично будем видеть, откуда нам прилетает. Поэтому данная карточка, ну, в принципе, неплоха, но, опять же, использовать ее мы не будем. Обучение головореза. Очень хорошая карточка восстанавливает нам 50 хп за убийство. И вот эта карточка нам реально звездец как нужна, так как штурмовиком смерти мы в прямом бою можем убить и двух, и трех, и четырех противников подряд, а это по 50 хп с каждой убитой головы. Увеличение на 20% нашего здоровья тоже очень круто, потому что под полным бафом, как я говорил уже ранее, мы будем иметь 559 хп. А это, блин, аргументальный аргумент. Ну и, наконец, чтобы не только хорошо жить, но и хорошо дамажить, эксперт по оружию. Ведь данная карточка значительно увеличивает продолжительность нашей перегрузки пулемета, а именно перегрузка позволяет нам качественно дамажить. В итоге мы получаем набор из трех карточек. Обучение головореза, эксперт по оружию и закаленный в боях. Играем мы без ОЛО, держимся в команде и... И наслаждаемся тем, что штурмовик смерти — это звездец, какой классный и эффективный боец. Спасибо за время, проведенное моей компанией. С вас лайк, а с меня новый ролик. С вами был Влад, увидимся с вами каждый день на трансляциях на канале Капвеб. Ну а данное видео — всё. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok